Здравствуйте, рады мои. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. Вот у нас в мире есть такая страна РФ. А в этой РФ, рады мои, есть предприятия. Есть бюджетные предприятия, есть коммерческие, есть некоммерческие. Разные предприятия. Разная форма собственности и все остальное. Так, рады мои, в этих предприятиях есть начальство и террористы. И самый главный начальник это директор, председатель. Ну, понятно, глава этого предприятия. Вот, работодатель там или как-то, ну, самый главный. Так вот, этот самый главный, рады мои, получает зарплату самую маленькую среди террористов. Вот в Российской Федерации. Он самую маленькую получает. Там бывает в два раза меньше, чем другой получает этот чиновник. Вот его подчиненный, его работяга непосредственно получает зарплату меньше. Еще я такой взял, рады мои, с документа. Вот сейчас покажу фотографию этого документа из газетки. Смотрите. А я, рады мои, давайте прочитаю, что там пишется. Сколько заработал президент РФ за год? Ну, рыба с головы гниет, рады мои. Если вот президент так зарабатывает по сравнению с другими работниками, то значит предприятие по всей России так. В 2020 году Владимир Путин заработал 9 миллионов 994 тысячи 692 рубля за год. По сравнению с 2019 годом доход президента меньше на 268 тысяч рублей. Меньше 10 миллионов, по нему, рады мои, в год. Следует исследование опубликованных на сайте Кремля. По декларации собственности у Путина остается квартира площадью 7,7 квадратных метров и гараж. Объекты недвижимости в пользовании президента квартира 173,7 квадратных метров и машину места на 18 квадратных метров. Также у главы государства есть два автомобиля ГАЗ М-21, НИВА и прицеп СКИФ. Ну, если так думаю, НИВА в прицеп откуда-то, ну это, как называется, машина места, койко-место войдет легко вот это. Также, так считайте, вот смотрите, рады мои, вот документ. Также на сайте Кремля опубликованы доходы работников. Вот у этого президента есть работники. Работники администрации президента. Так, заместитель, вдумайтесь, вот профессия такая. Заместитель председателя Совета Безопасности. Дмитрий Анатольевич, РФ, Дмитрий Анатольевич Медведев. Рады мои, подумайте, на повышение пошел уже. Он уже заместитель председателя Совета Безопасности. Понимаете? Так вот, он задекларировал в 2020 году 18 миллионов 110 тысяч рублей. В два раза больше, чем президент. А он заместитель, понимаете, председателя. Он в три раза как бы меньше должность. Да, так, полномочий представитель президента в федеральном округе Сергея Миняева, 16 миллионов. Почти в два раза больше, чем президент Российской Федерации. А дальше читает, слушайте, анекдот. Доход пресс-секретаря. Вот смотрите, вот здесь вот новый русский, да, а у него секретарша. Так секретарши получат больше доход, чем вот новый русский. Вот доход пресс-секретаря президента Дмитрия Песков в 2020 году составил 12 миллионов 527 тысяч 29 рублей за год. Это, надо идти с заместителем Путина. Только там зарплата бешеная вообще. А президентом голодя краданные. Это вообще в Российской Федерации странная вот такая зарплата, странная, понимаете. Карьерный рост глупо, глупо. Ну все, нравлики, не нравлики, пишите уже. До свидания, родные.